Утро четверга в Невтекамской коррекционной школе началось не совсем обычно. Ребята вывели на улицу и выстроили в линейку. Сегодня к ним пришли сотрудники службы судебных приставов, частые гости в этом учреждении. Такие визиты очень приятны как детям, так и педагогам. И нередко они совпадают с праздничными датами. 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это не только праздник для детей, но и напоминание для взрослых, что дети нуждаются в их заботе, защите. И, соответственно, в преддверии этого дня мы решили посетить школу-интернат и поздравить детей. В подобных мероприятиях мы ежегодно принимаем участие. Среди подарков небольшой спортинвентарь, мячи, скакалки, шахматы, шашки подарили. Также небольшой комплект концтоваров, альбомы, краски. Детям интересно пообщаться с такими серьезными людьми в форме и показать, что они умеют. Свои навыки мальчишки и девчонки продемонстрировали в спортивном состязании. Большинство конкурсов касалось оказания первой помощи пострадавшим и обеспечению собственной безопасности при чрезвычайных происшествиях. На сегодняшний день у нас обучается 213 детей. Из них 160 ребятишек обучаются в школе и 53 ребенка обучаются на дому. И вот что касается вот этой категории детей, обучающихся на дому, они также являются полновравными участниками образовательных наших отношений, как и их же родители. Образовательное учреждение, оно такое особенное, потому что действительно учатся наши детки с особыми образовательными потребностями. Часто бывают у нас гости, бывают не только судебные пристыбы. День защиты детей – праздник, который помнит и знает каждый. Даже взрослые в этот день вспоминают, как сами когда-то рисовали на асфальте, прыгали через скакалку, играли в классики или другие популярные тогда развлечения. Оглянитесь вокруг, посмотрите на своих детей, племянников, братишек или сестренок с пониманием, отнеситесь к их шалостям и уделите им чуточку больше своего времени. Вы же помните, как это бывает приятно, радостно и весело. Зульфия Амирова, Азат Давлетшин. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok